Я потому и разбил на разные направления, потому что они имеют разные суммы и разный период окупаемости. Каждый из направлений имеет свою рентабельность. В этом году сколько денег вам нужно было, чтобы предприятие вывести на какой-то новый уровень работы? Ваше мнение, что там первоочередное и вы готовы доказывать, что это необходимо предприятию? Первое очередное это 24,5 миллиона, которая техника для ремонта дорог. Ну смотрите, если мы говорим о том, что есть лофтодорог, который сейчас закупает подобную технику или модернизирует свои виброкатки, зачем городу два коммунальных предприятия, которые будут работать в одном и том же направлении? Как вариант, кстати, возможно объединение этих двух предприятий в одно более мощное. Поэтому я и спрашиваю. Мы же не можем создавать конкуренцию искусственную среди коммунальных предприятий. Нет, не предусматривается абсолютно конкуренция между коммунальными предприятиями. Наоборот, они должны взаимодополнять друг друга. Или в идеале через объединение получать больше строможное предприятие, которое будет иметь необходимый как объем персонала, так и технику и возможность выполнять качественную работу службы для города. Возможно, как объединение модуля и с одной, я просто говорю, столько вот это направление, которое я вижу наиболее приоритетное, потому что оно даст наибольшее количество оборотов, и оно даст развивать потом все остальные направления. Есть второе, допустим, для текущих ремонтов, это стройная машина и одна уборочная за ней. Меньше инвестиций, 3 года окупаемости, но там обороты будут не столь большие, чтобы потом смочь за эти обороты, с них получить деньги и купить тех, кто инвестировал в строительную. То есть есть приоритеты. Приоритет для меня номер один – это дорожно-строительная. Значит, для меня на сегодняшний день... Продолжение следует...